Почему ваша подруга не пришла? Что произошло? Машина не завелась. Машина не завелась? О, машина не завелась. Общественный транспорт. driver по идут в интернете. Прив tartан. It's not true, первый раз. Это иначе. П produk transferred. Продолжение следует... 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 повреждено, то она не по прямой двигалась, а вот так по кругу. А посредине леса росло деревце тулоси. Тулоси, из которых сделаны четкие бусинки на четках, или вот эти вот ожерелья из тулоси. Кто дал вам тулоси? Вы вегетарианка? И следуйте тулоси. И всегда. Но тулоси. Надо следовать. Если вы носите тулоси, вам надо следовать тулоси. Итак, эта курица, она бежала вокруг тулоси, она об этом не знала. Но она получила результаты поклонения тулоси. И в следующую жизнь она получила человеческую форму и получила общение со святыми, садху. И в Пуранах есть очень много подобных историй. Я сейчас расскажу про хорошие истории. Еще одна история. Одна проститутка пришла в храм чтобы найти себе клиента. Проститутка Проститутка они обычно табак жевали. Но чтобы жевать табак, нужно немножко там лимона, лим. Но в храме она не могла найти. Для того, чтобы кирпичи держались вместе, они использовали лимон. И что же она сделала? Она взяла немного лимона и в момент смерти она не попала в ад после смерти. Почему? Потому что она навела порядок, почистила храм. Получила результаты как бы уборки храма. Она не думала так об этом, но результаты она получила. А что уже говорить о преданности, которую человек совершает, совершает человек в человеческой форме жизни, сознательной или бессознательной? Просто когда вы увидите преданного, вы приобретете очень много сукрытия. Просто видя Вайшнава, человек освобождается от множества грехов. Мы можем увидеть случайно преданного в аэропорту. А что же говорит о том, если мы получили шанс послушать харикатху и получить просад или принять омовение в святом месте? И так это сукрытия, оно накапливается за многие-многие жизни. И когда эта сукрытия уже созрела, то мы можем встретить чистого преданного. А если сукрытия еще слабенькая, то даже несмотря на то, что мы можем встретить чистого преданного, мы не поймем ничего. Не поймем, о чем речь идет и с кем мы встретились. Или если сукрытия слабенькая, то мы можем выбрать себе гуру, который не является чистым преданным. И так вот это накопленное сукрытия дает общение с чистым преданным. Понимаете? Помните вчерашний вечер? Аджамила всегда звал своего сына Нарайна, Нарайна. Это означает, что он совершал преданность несознательно. И вот он столько раз повторял Нарайна, Нарайна, Нарайна. Вот это сукрытия, которое накопилось у него, дало ему возможность встретиться со своими четырьмя гуру. И поэтому, когда он услышал наставления о Кришне, о именах Кришны, из их уст, то он развил веру. Итак, какова же цель человеческой жизни? И как же вы придете к Богу, если вы не знаете, кто такой Бог? И как вы можете знать путь к Богу? Кто вам все это расскажет? Гуру. Но кто является истинным Гуру? И поэтому мы получаем шанс слушать от Вайшнавов, от преданных Кришны. Пураны говорят, если человек не является преданным Кришны или преданным Вишнам, он не может быть Гуру. Это невозможно. Он может быть опытен в произнесении мантр, в тантре. И он может быть опытен в ведах. И опытен в проведении благочестивой деятельности, ритуалов различных. И может обладать всеми хорошими качествами. Но если он не преданный Верховного Господа Вишну, то он не может быть Гуру. У него нет такой квалификации. А кто-то другой может быть рожденным в очень плохой семье. Бойшнав Сва-Пача Гуру. Сва-Пача означает в этом стихе это те, кто едят мясо собак. Представляете семью, которая ест собак, сырое мясо собак. Это очень низкорожденная семья. Но этот человек, если он стал преданным, то он может быть Гуру. Понимаете? Попытайтесь понять. Благодаря своему Сукрити Аджамила получил шанс слушать. И он развил веру. Итак, общение с преданными это наша цель. В человеческой форме жизни нет ничего более благотворного для нас, чем общение с преданными. До сих пор понятно? Есть вопросы? Лиан, Лиан, понимаю. Почему? Потому что мы можем развить в себе преданность только при помощи общения с преданными. И нет другого пути. Правда? Кто говорит о Кришне? Только преданные Кришны говорят о Кришне. Если бы Бог пристал перед вами и сказал бы, чего ты хочешь, о чем бы вы попросили? Кришне? Кого? To be closer to him? Но вы уже близко к нему, он уже перед вами. Вы смотрите, видите его лицом к лицу. И о чем вы будете просить? Было очень много совершенных преданных. как Прохлада, Друва, Преаврата Махарадж. Они видели Господа лицом к лицу. И он спрашивал, чего вы хотите? И они отвечали, о Господь, дай мне общение с твоими преданными. Потому что наша цель это не Бог. Наша цель это служение Богу. Кришне. И кто же дает любовь к Кришне? Не Кришна. Тот, кто любит Кришну, он может дать вам любовь к Кришне. Только преданный Кришне может дать преданность Кришне. То есть преданный может дать даже то, чего сам Бог дать не может. Впечатляет. Не правда ли? Кришна говорит, Мадбхакта Пуджарикам. Кришна говорит, поклонение Моим преданным более важно, чем поклонение Мне. Поклонение Кришне. Господь Шива говорит, что самая наивысшая вещь в этом мире это поклонение Кришне. Но единственное, что является большим, чем поклонение Кришне, это поклонение преданному Кришне. Обычный человек имеет веру в Бога, но необычный человек имеет веру в преданного Кришне. Потому что у преданного есть ключик, которым можно открыть Кришну. А как Вас зовут? Мария Маша. Маша. Вегетарианка? Мол. Вообще, да, но я просто сорвалась по сути. Генерально, да, но когда я разрушился. Стоит, да. Вы поняли суть? Да. Итак, слушайте больше. Итак, Аджамила, общаясь с четырьмя совершенными душами, с вишнудутами, он развил в себе веру в святые имена Господа. То есть, не Верховный Господь дает веру, преданный дает веру. Господь, если Бхагаван, то есть, Верховный Господь, хочет дать нам милость, то как Он даст нам милость? Он даст нам эту милость через наше общение с чистым преданным. Правда? Понимаете немножко? Это очень важный момент. обычные люди, у них вера в Бога. Но возвышенные люди, то есть, у них есть вера в слуг Бога. Этот цикл говорит, что место рождения преданности это общение с вайшнавами. Понятно? Если вы придете к йогам, материалистам, к специалистам рэйки, к сыроедам, к ученым, они никогда не будут говорить о Кришне. Только преданные говорят о Кришне. И поэтому место рождения преданности это общение с преданными. И кто же получает такое общение? Только тот, у кого достаточно сукрити. Вот и мы слышали об этом все вчера. Итак, Аджамила услышал от них славу Святого имени Кришны и он развил веру в это. И тот человек, который развивает нашу веру в святые имена Кришны, в служение Кришны, это и есть Гуру. Не смотрите на большую бороду или волосы дредами, на большой живот или на мистические совершенства. Не смотрите на эти признаки. Тот, кто вселяет нас веру в имя Кришны, тот истинный Гуру. веру. И сегодня мы немножко поговорим об этой вере. Потому что место рождения этой веры это общение с преданными. Есть два типа веры. Локика Шрадга это материальная вера. Она идет от ума. и она постоянно меняется. Сегодня я христианин. А через несколько лет уже мусульманин. А еще через несколько лет я уже буддист. А потом уже атеист. Это всегда меняется. Потому что этот тип веры идет от материального мира. От ума. И мы не хотим такой веры. Мы даже не хотим материалистической веры в Кришну. Много людей начинают этот процесс а потом бросают. Почему? Потому что их вера в Кришну это была материалистическая вера. сколько было учеников Городева в Уфе. Где же они? Эй! Ау! Что с ними произошло? Потому что у них не было истинной веры. Поэтому мы ищем другую веру которая называется Парамархика Шрадха. Хорошо вы можете эту тату себе сделать. Парамархика Шрадха. Артха означает богатство. Парамархика это духовное богатство называется Шрадха. Вот истинная Шрадха не берет начало в этом мире. Потому что это функция души. ним души называется шрадха. То есть вот это сияние души ним души называется шрадха. истинная вера вот это и есть функция души. И она имеет одну убежденность. Каково определение этой Шрады? Это очень возвышенное определение. шрадхи. Вот если вы услышите то вы изумитесь этому определению Шрадхи. Читания Марбру said Шрадха сияние бисвас кохе сирен на сияни кришна бхакти койли сава кар кар крито 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 что все и вся будут довольны. Понимаете, Маша? Как дерево. Есть два примера. Пример с деревом и пример с желудком. Мы хотим служить, да? И как вы будете служить, Маша, чтобы хорошо сделать? Богу? Что? Богу служить? Да, Богу. Потому что человек предназначен для того, чтобы служить Богу. И вообще предназначен для служения. Например, служить бомжу можно. Или собаке. Есть очень много обществ поклонения собакам. Или можно спасти колодец. Спасти дельфина. Спасать дельфина. Спасать окружающую среду. Служить Матушке России можно. Или служить родителям. Детям. Мужу. Служить этому тупому телу. Служить умом. Служить неудовлетворенным желанием. Служить гениталиям. Служить гениталиям. Служить языку. Есть очень много чему можно служить. И что является лучшим служением. И что является лучшим служением. Маша. То есть определение веры такое. Шрадхи, что я буду служить только Кришне, никому другому. Почему? Потому что Он является источником всего. Если Он удовлетворен, то все остальное автоматически удовлетворено. Если Вы хотите полить дерево, то как Вы будете поливать дерево? Руц. А как насчет цветков? Как насчет веточек, листьев? Зачем? Почему? Вы хотите служить дереву. Почему Вы служите только корню? Потому что это основная. Оттуда вся сила делится. Потому что все сила делаются из дерева. Да, правильно. Если Вы поливаете водой корень дерева, то эта вода распространяется по всему телу дерева естественным образом. Правда, Роман? Это вера. Это вера. Это вера. Это вера. Это вера. Вера в то, что если я полью водой корень, то все дерево получит бага. Если вы польете все листья, но не польете дерево, то что случится с деревом? Если она просохнет, то дерево будет умереть. Это целая творение, как дерево. И вот это все творение подобно дереву. Если вы служите целой творением Арджуна, но не служите к творению, то что случится? Если ты будешь служить всему творению Арджуна, но не будешь служить творцу, то что произойдет? Живление бесполезно? А? Бесполезно? Не помощи. Не потребуется? То есть. Если я служу Богу, то阿л... Если я служу Богу, то все творение будет удовлетворено. Понимаете, Леон? Вы чувствуете это? Вы готовы? Это называется вера. Вот если мы поливаем корень, а листочки говорят, а как же мы? То что мы скажем этим листикам? Вот, для вас нет необходимости, все уже положено на ваш депозит. И родители, которые жалуются, почему ты не исполняешь мои требования? Вот, или муж будет жаловаться. Или друзья будут жаловаться. Нет, мы отвечаем, что я отдаю полное свое внимание Верховному Центру. Вот, и тогда уже нечего больше достигать. И почему же мы недовольны? И почему никто не доволен нами? Потому что мы не отдаем свое полное внимание Центру. И кто это? Кришна. И также Писание дает другой пример. Пример с желудком. Все чувства гневаются. Ноги, руки, глаза. Мы делаем всю работу. А все идет в желудок, вся пища. Вот, мы объявляем забастовку. И так все чувства отказываются служить в желудку. И что же происходит? Руки отбивают. Ноги устают. Но если мы отдаем все наши усилия Кришне Верховному Желудку, то все наши чувства оживут. И вот это чувство, что если я доставляю удовольствие Кришне, то этого достаточно. Вот это чувство и называется Шрадха. Вера. Понимаете? И что вы делаете? Что вы будете делать? Вы понимаете? Да, я понимаю. Если я понимаю. Но вы будете делать что-то? После понимания. Я в принципе стараюсь. Я пытаюсь. Не пытаюсь. Делать. То есть не старайтесь, делайте. Если человек делает, это означает, что есть вера. Можно спросить, чего же Бог хочет от нас? Ты должен быть Моим на 100%. И последнее наставление Бхагавад-гита Кришна говорит, Сарва-дарма-падетя-джа-мамекам-сарадам-баджа-хам-там-сарва-паппи-бьо-макши-самимасу-джа. Он говорит, что не забывай все, просто прийти к Ме, Аджуна. В последнем наставлении Бхагавад-гита Кришна говорит, оставь все и просто приди ко Ме, Аджуна. Готовы? Вы готовы? Отбросить все привязанности. И отдать свою привязанность полностью центру Кришне. Почему Вы не сделаете этого? Что Вы чувствуете? Вы что-то потеряете? Мы боимся, потому что мы думаем, что у нас очень много разной ответственности. Правда? Нет. Не беспокойтесь о листиках, беспокойтесь о корнях. И Господь возьмет на Себя ответственность. Он ответственен. Он говорит, если будет какая-то ошибка, то я отвечаю за Твою ошибку. Как, например, когда идет война, во время войны. Идет призыв в армию. Не думайте о жене, детях, о работе. Забудьте это. И кто поддерживает? Правительство поддерживает. Кришна говорит, я поддерживаю, я отвечаю, я беру на Себя ответственность. Итак, я хочу рассказать одну историю, чтобы у Вас была идея. Это очень возвышенный пример, эта история. Но главное – это идея, которая в этом присутствует. Кришна не хочет от нас 99%. Он – верховный автократ. Верховный наслаждающийся. Он хочет наших полных усилий, сто процентов. Есть хорошая история о Махабарате. Знаете, что такое Махабарата? А ваша подруга как Вас зовут? Регина. Регина. Слышали о Бхагавадгите? Итак, Бхагавадгита – это главная часть Махабараты. Потому что людям не интересно слушать чисто духовные темы. И поэтому Махабараты – это целая серия историй о любви, о войне, о предательстве. И люди любят слушать такое. Потому что если давать чистую лекцию о чистом сознании Кришны, то сколько людей останется? Десять? Но если идет кино, кинотеатры, то там все забито. Потому что люди очень интересуются материальными темами. Итак, Махабарата наполнена материальными темами. Вот, для того, чтобы погрузить людей в это. Вот, и так они привлекаются к Махабарате и получают шанс услышать Бхагавадгиту. Махабарата рассказывает о войне между двумя семьями. Пожалуйста, не шелестите этим пластиком. Это одна семья – это куру, и другая – это пандавы. На стороне пандавы это были Арджуна и вся его семья. А на другой стороне их двоюродные братья, сто двоюродных братьев. Это была семья куру. На Курукшетре погибло 640 миллионов солдат. Это была огромная война. Проблема была в том, что Кришна хотел, чтобы Юдхиштхира, старший брат Арджуны, император, чтобы он победил. Потому что Юдхиштхира был преданным. Вот, и они сражались против другой стороны. А сам Кришна не воевал. Потому что Бог одинаково относится ко всем. Но все-таки он немножко лучше, чуть-чуть больше относился. Он был более равным к своим преданным. Но генералом, военачальником противоположной стороны, там, где были двоюродные братья, был Дроначария. Вот, и у него было благословение, что он не сможет быть убит никаким оружием. Никто не мог его убить. И он был величайшим воином. И пока он жил, команда Кришны не могла выиграть. Вот такая была проблема. Вот, как же убить кого-то, кто не хочет сам умереть? Вот, Махабара, это очень интересно, потому что там все эти истории. Почему Кришна не сражался? Вот, и как Дроначария стал бессмертным? Очень много удивительных историй. Вот, если вы хотите рассказать Махабару, то вам нужно шесть месяцев в году. Это очень интересная тема. Итак, Кришна знал историю жизни Дроны. Дрона был Браман. Вот, и Браманы никогда не сражаются, потому что у них нет материальных желаний. И как же Дроначария докатился до такой жизни, что он стал генералом, военачальником одной из этих армий? Браман, он всегда спокоен, умиротворен, он не принимает насилия. Но Дроначария убивал, каждый день убивал сто тысяч людей. Вот, в этой битве. Только представьте, какой он был могущественный. А его невозможно было убить. И как же прикончить его, как его убить? Но Кришна знал его историю. Дроначария был Браманом. И он пошел в школу. И в этой школе, когда он ходил в школу, там у него был друг. Его друга звали Друпада. Они были очень близкими друзьями в школе. Когда они закончили школу, царь Друпада сказал Дроне, если у тебя когда-нибудь будет какая-то потребность, обращайся ко мне, пожалуйста. То есть, и после того, Друпада стал царем всего мира. Но Дроначария это Браман, у него не было желаний. Вот, и у него был один сын. Его сына звали Ашватхама. И Дроначария был очень бедным. Однажды его сын плакал. Папа, дай мне молока. Все другие мальчики пьют молоко. Но у меня нет молока. Пожалуйста, дай мне молока, Отец. Сейчас Рождество. И все дети говорят, дай мне, дай мне, дай мне. Но дай мне молока. И так у Дроначарии не было молока, потому что не было коровы. А его отец плакал снова и снова. О, Отец, дай мне молока. Вот, и другие мальчики, что они делали? Вот, они брали воду и размешивали там муку. И угощали, вот, Ашватхама, попей молочка. А Ашватхама никогда не видел молока, он не знал, что это такое. Вот, и он так с удовольствием выпивал. Вот, и я говорю, вот смотрите, мои мускулы растут. Я пил молоко, как другие мальчики. Представьте, что чувствовал Отец в Дроначарии. Я так обусловлен, я не могу даже дать молока своему сыну. Вот, и так у Дроначарии не было никаких желаний. Только он воевал, только ради своего сына. И так он пришел к этому царю, к своему другу. К Друпаде пришел. А его одежда была дырявая. И он был очень худой. И вот эти волосы, ну, как усадку. И жена, он был так беден, и ребенок плакал. И он пришел к своему другу, к царю. О, царь, помнишь? Мы вместе ходили в школу. Мы были друзьями. И ты обещал, что если я когда-то в чем-то буду нуждаться, ты дашь мне это. О, царь, пожалуйста, дай мне одну корову. Это все, конечно, устроил Кришна. Вот, на самом деле, Друпада был очень горд своим положением. Бумджа? Вот, бомж? Бомж. Как вы и мне были друзьями? Посмотрите на тебя. Друпада сказал, как же мы можем быть друзьями? Только посмотри на себя. Друзья означает, что равные. Бомж? Вот, а я не дружу с бомжами. Мы не можем быть друзьями. Убирайся отсюда. Вот, только представьте, как оскорблен был Дроначаря. Хорошо, я тебя прикончу. Вот, Дроначаря знал все оружие, все военное искусство. Но он знал, что он не может победить Друпаду. И поэтому он пришел к пандавам. Вот, и они играли, и мяч упал у них в колодец. И они не могли достать этот мяч из колодца. Вот, и они посмотрели, что Дроначаря наблюдал за ними. Вот, и он сказал, я достану вам ваш мячик. И он взял травинку. И произнес мантру. И эта травинка, как стрела, застряла в этом мячике. И он взял другую травинку. И та травинка застряла в предыдущую. И таким образом он этими травинками вытащил этот мячик. И эти мальчики были изумлены. Кто же ты такой? Вот, идите и расскажите эту историю своему деду Бишме. И он скажет вам, кто я. И эти мальчики побежали к своему деду Бишме. И сказали, мы встретили Брамана. Он знает все мантры, все оружие. Вот, и он достал наш мячик из колодца. И Бишма засмеялся. Наверное, это Дрона. Вот, и таким образом Дрона стал военачальником армии. Он обучал всех этих пандов военному искусству. И после того, как мы обучались у Гуру, полагается дать Гуру какие-то пожертвования. Гуру-де-в, чего ты хочешь? Я хочу только одного. Вот, и идите и приведите Друпаду, и отдайте мне его как раба. Пошли и схватили эту Друпаду. Была огромная война. Вот, и они привели этого царя и бросили к стопам Друна-чарьи. Вот, помнишь меня? Я бомж. Я тот попрошайка. Вот, я забираю половину твоего царства. Сейчас мы равны. Теперь мы можем быть друзьями? Друна-чарья сказал, да, да. Но Друна-чарья потом забыл обо всем этом. То есть, он не держал эту ненависть в своем сердце. Он забыл. Потому что он был Браман. Вот, и такие, вот, это история, как Друна-чарья стал полководцем этой армии. Почему? Только из-за своего сына. Другой причины не было. Итак, Кришна знал это все, когда шла война. И что он сделал? Он сказал, Друна, почему ты сражаешься? Твоего сына убили. Уже Ашватхама убили. А если Ашватхама мертв, то уже Друне нет необходимости воевать. Нужно возвращаться и быть Браманом. Вот, и когда Друна-чарья услышал об этом, он оцепенел. Мой сын мертв. Но также Друна-чарья знал, что Кришна очень хитрый. Если он хочет обмануть кого-то, то никто от этого не спасется. Кришна – это абсолютная истина. Но для своих преданных он будет делать все. Недостаток ли это? У Кришны нет недостатка. Почему? Потому что это его качество. Он готов на все ради своих преданных. Вот, и Друна-чарья знал, что Кришна может даже врать ради своих преданных. И Кришна не возражает, если люди будут поносить его, потому что он хочет отдать всю славу своим преданным. Вот, и поэтому Друна-чарья не поверил Кришне. Потому что Кришна очень хитер. Он знает, Друна-чарья знал, что Кришна для своих преданных все сделает. Но Юдхиштхира, он был генералом на стороне Кришны. И его, у него было прозвище, такой ник, это Дармарадж. Это король религиозных принципов. Потому что Юдхиштхира Махарадж никогда не говорил неправду. Он был известен именно этим. Он всегда говорил только правду. Всегда был правдив. Поскольку он всегда говорил только правду. Только когда он ехал на своей колеснице, то эта колесница не касалась земли. Она была на расстоянии 6 дюймов от земли. Настолько он был религиозен. И поэтому Друна-чарья знал, что Юдхиштхира никогда не соврет. И он позвал Юдхиштхира. Правда ли, что мой сын мертв? Правда это было? Нет, это не было правдой. Кришна солгал. Юдхиштхира, правда ли, что мой сын мертв? У него была полная вера в Юдхиштхиру, что Юдхиштхира никогда не соврет. И Кришна сказал Юдхиштхире, скажи да, скажи, что его сын мертв. И Кришна хотел, чтобы Юдхиштира стал царем. И Кришна приказал Юдхиштхире, соври. И что сделал Юдхиштира? Как же я могу соврать? За всю жизнь я ни разу не соврал. Что бы вы сделали, Маша? Бог говорит вам, солгите. Что вы сделаете? Вы солжете? Нет. Но там же кто-то другой погиб с таким же именем. И Кришна... Не рассказывайте, не в этом мог кто-то... И что такое религия? Религия означает доставить удовольствие Богу. Что такое религия души? Доставить удовольствие Верховной Душе. И делать, чего Он хочет. Служите Ему. Удовлетворяйте Его. Понимаете? И нет религии выше этого. Но Юдхиштира колебался. И Кришна сказал, солги, солги. Нет, я не могу солгать. Потому что я никогда не лгал. И Кришна снова и снова говорил Ему, солги, но Он колебался. Если абсолютная истина говорит вам солгать, разве это неправильно? Всеблагая Верховная Личность Бога советует вам соврать. Есть ли в этом какая-то ошибка? Нет ошибки. Но Маша, вы атеистка. Но Юдхиштира также, он колебался. И братья Юдхиштиры наблюдали за всем этим. И один брат, его звали Бхима. Он был очень силен. И он смотрел это. И он убил большого слона. И этого слона точно так же, как и сына дроны, звали Ашватхама. Вот, и его булава была вся в крови. И он сказал, да, да, я убил Ашватхаму. Я убил Ашватхаму. Ашватхама – слона. И дроны чария опять спросил, правда ли это? И тогда Юдхиштира Махараджи понял желание Кришны. И он сказал, да, это правда. Убит Ашватхама – слон. Но слово «слон» он сказал очень тихо. Да, это правда. Убит Ашватхама – слон. И когда Юдхиштира сказал слово «слон», Кришна задул свою раковину. И дроны чария не услышал это последнее слово «слон». И что он услышал? Юдхиштира сказал, да, да, Юдхиштира сказал, да, да, это правда. Убит Ашватхама – и дальше вот звук раковины. Вот, и тут же дроны чария перестал сражаться. Он сел в медитацию. Вот, и в этот момент его голову отрубили. Это Дрюшта Дюмна отрубил. Это длинная история. Почему он отрубил ему голову – это целая история. Но мы не хотим отвлекаться от нашей темы. И в этот момент колесница Юдхиштира опустилась на землю. Вот, обычные люди говорят, что он оступился с пути религии. Потому что он солгал. Вот, и он стал как мы. Но это не причина. И что является наивысшей религией? Девушин. Это религия души. Все религии этого мира исходят от человека. Буддизм, христианство, ислам. У всех есть начало. Но у души нет начала. И что является религией души? Доставить удовольствие Верховному Господу. Зачем Бог создал вас, Маша? Для своего наслаждения. Вы соглашаетесь с этим или нет? Конечно, вы не соглашаетесь. Именно поэтому вы в материальном мире. И зачем Господь создал материальный мир? Для душ, которые не хотят служить Ему. Они приходят сюда. Мы пришли сюда, в этот мир, чтобы забыть Бога. Почему? Потому что мы сами этого захотели. Понимаете, Маша? Почему вы здесь? Чтобы забыть Бога. Вы хорошо делаете эту работу. Эта иллюзия является творением Бога. Чтобы удовлетворить желание души быть отделенной от Бога. И она хорошо делает свою работу, не правда ли? И так, религия души, это доставить удовольствие Господу. И Кришна говорит, отбрось все и просто приди ко мне, предайся мне, удовлетвори меня. А Юдхиштира колебался. Он думал, что есть что-то более важное, чем доставить удовольствие Кришне. И он думал, что говорить правду, это более важно, чем доставить удовольствие Кришне. И поэтому он упал с уровня религии. Понятно? Есть много подобных историй. И поэтому Пураны говорят, что любой грех, сделанный ради Бога, превращается в религию. И любая религиозная деятельность, которая не для Кришны, превращается в грех. Есть жалобы? Лиан, а готовы? Как? Обычные люди не могут этого делать. Они думают, что обычная мирская религия более важна, чем доставить удовольствие к Верховному Богу. Бахтинон Тхакур обсуждает пять уровней духовной жизни, пять стадий. Стадия, варварская стадия. То есть варвары, у них нет никаких правил, ничего. Это пещерные люди, африканцы. Вот это вот, они были варварами еще недавно. Выше варваров материалисты. Их цель – это материалистическое развитие общества. Они выше варваров. Но то же самое. Потому что цель варваров – это наслаждение. И цель материалистов – это найти это наслаждение. Понятно? Но у них нет никакой морали, ничего нету. Коммунизм – вот это их мораль. То есть материальное совершенство – никакой религии. Но выше этого находится моральное общество. Это моральные материалисты. Как, например, буддисты. Будьте моральны, будьте хороши, но нет Бога. Но выше этого – моральные атеисты. Это очень важный момент, очень интересный момент. Внимательно слушайте. Те, которые верят в Бога, 99% их называются моральные атеисты. Почему? Они думают, что даже если существует религия, она нужна для того, чтобы стать моральным человеком. Правда? Правда? Ну, посмотрите на эти религии внимательно. Крестьянство, ислам. Не прелюбодействуй с женой ближнего. Никому не убей. Не укради. Не делай этого, того. Вот их идея, идеальная религия – это та, которая помогает вам стать хорошим человеком. Но если возникает конфликт между религиозностью и моралью, то они отбрасывают религию для того, чтобы стать моральным. Это называется материальная вера. Но выше этого, чистые атеисты выше этого, они говорят, если есть конфликт между моралью и религией, то нужно отбросить мораль. Но атеизм нельзя отбрасывать. Для того, чтобы доставить отборство Богу. То есть, это означает, что какая-то экстремальная ситуация, если возникает, что вам нужно сделать что-то плохое, но ради Бога, то делайте это. Вы готовы к этому, Леана? Готовы? Это вера, мы говорили об этом. Мне просто нужно удовлетворить Кришну. Вот, и удовлетворяя Его, я удовлетворяю все остальное. Вот, и если Бог, Верховный Господь, удовлетворен какой-то неморальной деятельностью, то это наивысшая религия. Как гопи, например. Это наивысший пример этого. И как они доставляют, насколько они доставляют удовольствие Кришне этим. Мы можем рассказать множество историй, но мы не хотим, чтобы люди неправильно поняли. Это не дает преданному разрешения на то, чтобы делать все, что они захотят. А иначе в чем разница между преданным и грешником? Но у нас должна быть вот эта твердая вера, что если я удовлетворю Кришну, то я доставлю удовольствие всем. Есть очень много историй. Очень интересных историй. Но большинство людей, они неправильно это поймут. И поэтому мы вот остановимся на этом. Вот еще одна. Была одна женщина, ее звали Драупади. Это была жена царя Юдхиштиры. У нее было пять мужей. Это длинная история. Махабарат тоже очень длинная. Это все из Махабараты, все эти рассказы. Многие люди читают Махабараты, но они теряют, пропускают духовную суть Махабараты. С чего же начать? Пандавы построили изумительное царство. Им помогал в этом один демон, Майаданова. Он был величайший архитектор. И он построил удивительный, поразительный дворец для пандов в Индропрастхе. В городе Индропрастхе. Вот он был такой поразительный. Вы бы изумились, когда туда попали. Вот это означает, что стены там были чистые. А там, где не было стены, казалось, что там есть стена. А там, где была стена, она была прозрачная, и ее было не видно. Вот. И путь выглядел, как ручеек воды. Панас? Панас. Панас. Так, не сбивай меня. То есть вот, если вот стежка, да, или как? Дорожка. Дорожки были, как это. Дорожки были, как вода. Казалось, что это ручеек идет. Вот. А и наоборот, там, где была вода, то там казалось, что там земля. И все было изумительно, просто поразительно там. Вот. И пандавы жили там, вот, в величайшем богатстве, в роскоши. Их эти двоюродные братья, которые, ну, с ними потом на Курукшетре воевали, они пришли к ним в гости, чтобы посмотреть на этот дворец. Вот. То есть они дали вначале пустынную часть царства, они отдали, там была пустыня, и они отдали эту пустыню пандавам. А пандавы построили там вот этот дворец. Вот. Они были настолько религиозны. То есть они все там так сделали, что там, они насадили леса, и там, то есть эта пустыня превратилась в оазис. Вот. И все, все начали идти туда, переселяться, чтобы жить там. Потому что пандавы, они заботились о своих подданных, как отец, и поэтому все жители, они оставили то царство, где были двоюродные братья, и переселились туда, где пандавы жили. И Дурьоден приехал посмотреть, и когда он видел все это богатство, всю эту роскошь, у него, его сразила зависть. Вот. Позор. Он чувствовал такую боль, когда он смотрел на роскошь эту всю. И он пришел в этот дворец и смотрел. Вот. И он хотел пройти через дверь и разбил себе лоб. Вот. И он хотел пройтись по дорожке и упал в воду. Вот. И в этот момент все женщины засмеялись. И Юдхиштира попытался остановить их, чтобы они не смеялись. Но Кришна их вдохновлял. Чтобы они не смеялись. И так все женщины смеялись. И от этого Дурьоден становился все более завистливым. И он продолжал разбивать себе лоб и нос. И все эти женщины смеялись. Вот. И он был так зол. Вот. И тогда Драупаде сказала. О, сын слепца тоже слепой. Это было в самом начале Махабараты. Вот. И Дурьодену никогда не забыл это оскорбление. Вот. Но как же победить пандавов? Они очень сильны. И он победил их в азартной игре. Поэтому не играйте в азартные игры. Потому что вы потеряете все. Играйте. Не делайте. Все, что приходит к вам, само собой, будьте довольны этим. И так он мошенничал в этой азартной игре. И поэтому Юдхиштира потерял все. Вот. Он поставил на ком все свое богатство, все свое царство. И всех своих коней. Все. И потом своих пятерых братьев. И потом себя. И потом свою жену Драупаде. И он все потерял, все проиграл. И Дурьоттан был просто счастлив. О, эти одежды, которые они носят, она принадлежит нас. Снимите с них одежду. Вот. И пандовы стояли там в нижнем белье. Цари всего мира стояли просто без ничего. Вот. И Дурьоттан сказал, приведите Драупаде. Потому что сейчас она принадлежит мне. снимите с ней одежду. Вот. В присутствии всех. И все были шокированы. Но никто не сказал ничего. И говорил только один из братьев Дурьоттаны. Нет. Юдхиштина вначале проиграл себя. Поэтому у него не было права ставить на кон Драупаде. Но никто не слушал. Вот. Они хотели раздеть Дагала Адраупаде. А Адраупаде была царицей всего мира. И как же раздеть ее в присутствии всех? И она смотрела на своих мужей. А они не могли ничего сделать. Они уже были рабы. и Дурьоттаны начали сдирать с нее сари. И она смотрела на своих мужей. Они стояли опустив голову. И она посмотрела на дрону, на бишму. И они тоже опустили голову. И она посмотрела на царя. Но он был слепой, царь Дритраштра. И тогда она попыталась защитить себя. Но Духшасана был силен как десять тысяч слонов. И она держала свою одежду зубами. И в конце концов она осознала я сама не смогу себя защитить. И она в конце концов подняла обе руки к небу. И сказала О Кришна О Говинда Я предаюсь Тебя защити мой стыд. И Кришна превратился в одежду. И Духшасана стягивал с нее саря а саря стала бесконечна. И он не мог содрать это саря потому что независимо от того сколько он тянул саря не заканчивалась и саря была бесконечна. Он не мог закончить. Вот и таким образом Дравупади была спасена. Вот и после этого Дравупади разгневалась на Кришну. Почему ты раньше не пришел? Кришна сказал Я пытался но я не мог. А вначале ты смотрела на своих мужей. Вот ты думала что они тебя спасут. А потом ты посмотрела на Бишму и Дрону. ты думала что они тебя спасут. А потом ты надеялась на свои силы. Ты думала что ты сама себя защитишь. И я пытался прийти но я не мог. И когда ты подняла руки и полностью предулась тогда я смог прийти. И очень много историй подобных. И так мы должны развить веру. что если мы служим Кришне то больше нет необходимости. То есть если он удовлетворен то я достигну всего. И нет никакой необходимости отвлекать мое внимание на кого-то другого или на что-то другое. Помните вот эту аналогию с желудком и так же с корнем дерева. И когда вот это чувство приходит в сердце хотя бы капля этой веры это называется парамархика шратха высшая вера божественная вера это семя преданности. И как же мы получаем семя этой преданности? Лиана где же найти? Это приходится слушанием и так слушать о Кришне это подобно воде. И так слушание о Кришне подобно воде. И эта вода входит в сердце души и росток преданности проклевывается вырастает это называется вера парамархика шратха. И что является причиной этого? Слушание да. Общение. Вот потому что вы слушаете и общаетесь только с преданными и ни с кем другим. Есть вопросы? Готовы сестра Регина служить Кришне и никому другому только Кришне и ничему другому вы все еще готовы? Да. Четанин Госвами произнес этот стих обращаясь к Санатни Госвами. Душа блуждает по этому материальному творению и проходит через 8 миллионов 400 тысяч различных видов жизни. И что там она делает Маша забывает о Кришне. Иногда душа счастлива иногда печально иногда полубог иногда демон иногда царь небес а иногда червь в испражнениях и путешествует по этому круговороту рождения смерти старости и болезней. И наконец душа получает человеческую форму жизни. И это великая милость Господа. Потому что только в человеческой форме жизни вы можете развить преданность. Маша, в чем разница между человеческой формой жизни и низшими формами жизни? Все другие виды также едят и производят потомство. подруга. Даже у червя в испражнениях есть подруга. То есть в этом нет ничего удивительного. Но только в человеческой форме можно практиковать преданность. И поэтому в этом океане рождения и смерти только удачливые души получают возможность слушать. они могут развить вот эту шраду, это семя. Большое спасибо. Завтра утром будет утренняя лекция в центре. И завтра вечером в другом месте будет другая публичная программа. В центре Запад-Восток проспект Коктебрян 142 дороги 5. Если кто хочет уточнить вы потом вот у Симхагри прабху спросите переспросите адрес пожалуйста станьте вегетарианцами и будьте ими и начните помнить о Кришне и слушать о Нем и читать о Нем и говорить о Нем и готовить пищу для Него и работать для Него и позвятить всю свою деятельность ему и так есть вопросы товарищ получается не может быть ващнавов одиночек для того чтобы служить обязательно нужно общаться другими предами конечно невозможно потому что преданность это не материальная вещь никто не может достичь преданности без милости Гуру даже когда Кришна приходит в этот мир Он становится учеником чтобы дать нам пример научить нас таким образом и даже если у нас есть правильный Гуру нам все равно нужно общение чтобы правильным образом следовать наставления нашего Гуру что вы можете сделать одиночку это эту песню спел Бхактинон Тхакур О Ваишнау Я одинопыт в этом мире но один я не могу воспевать Святое Имя Бога если вы дадите мне милость если вы дадите мне каплю веры Дэйхо Кришан Намадани дайте мне богатство имени Кришны это такой возвышенный преданный и он молится вот таким образом поэтому даже совершенные души всегда желают общения это признаки преданного когда я впервые встретился с Гурудем он спросил чего ты хочешь почему ты пришел ко мне а я сказал Махарадж я хочу одного я всего лишь хочу слушать о Кришне из уст чистого преданного я хочу услышать Шримад Бхагаватам от чистого Вайшнава а Гуру сказал ты знаешь я хочу того же и куда же мы пойдем он не думал что я Гуру я расскажу тебе нет вот это признак преданного начинающий преданный думает я велик вот я уже совершенен и кто мне может помочь у меня уже есть все совершенное знание и вообще все но возвышенный преданный не такой он не может прожить и секунды без общения с преданными но начинающий преданный это конечно называется он не знает кто чист у него нет видения нету такой силы увидеть но мадья мадья то есть уже промежуточный преданный он знает он может отвлечить понятно мы преданные настолько насколько мы привязаны к общению с преданными приезжайте в Индию когда приезжайте сейчас в феврале с махараджем продайте почку попытайтесь всегда быть в общении если вы будете общаться с таким же преданными как вы то вы будете оставаться на том же уровне вы не сможете прогрессировать поэтому всегда старайтесь общаться с теми кто более продвинут чем вы более продвинут чем вы они должны быть во-первых более продвинут чем вы потом они должны хорошо к вам относиться и у них должно быть такое желание настроение как и у вас понимаете есть еще что-то Маша есть вопросы действительно чудесно приходите завтра на инициацию значит вы шутили да вначале придите поговорим я пошутил Махараджи если вы готовы почему бы нет но вы должны будете обещать нам нужно будет обещать кое-что потому что это означает на всю жизнь надо будет поклоняться Кришне повторять его имена вы уже повторяете его имена слушайте больше о нем должна быть вера сильная вера в имя Кришны потому что Кришне служит повторяя его имена вот и нужно иметь очень сильную веру в это это главное мы потом поговорим есть вопросы еще преданный должен общаться с а как я могу прогрессировать так же как с равными надо дружить но не слушать их совета мы должны попытаться подняться как минимум до уровня промежуточного уровня преданного Мадхья Мадхикари об этом говорит Рупа Госвами Тот кто хотя бы раз произнес имя Кришны мы должны оказывать ему почтение в уме но этот человек которому уважаем в уме должен быть свободен от незаконного секса и должен быть свободен от майавады философии майавады вы хотите слиться с Господом Маша если вы сольетесь с Богом то вы не сможете ему служить как вы можете отдавать полную всю свою любовь к Кришне если вы сами Кришна это невозможно и поэтому преданные никогда не соглашаются слиться с Господом никогда никогда слышали вы о Ханумане не смотрите на ее не беспокойтесь о ней если вы сольетесь с Господом станете одним с Господом как вы будете его любить это невозможно потому что любовь означает наличие двух личностей преданность означает наличие двух личностей и это вечно и с другой стороны душа никогда не сможет стать единой с Богом это просто плод воображения и это разрушает преданность хорошо понятно два то есть отбросьте эту мысль пожалуйста если ваш язык создан из меда сможете ли вы попробовать вкус меда ощутить вкус меда если вы станете Кришной как вы можете ощутить любовь к Кришне это невозможно и поэтому отбросьте это желание слиться и спустите его в унитаз и Хануман говорит я никогда не желаю такого типа освобождения вот Лиана очень довольна этим вот да спустите и так кто повторяет имена Кришны и кто не гоняется за женщинами это означает что у них хороший характер вот и тот кто не хочет слиться с Богом мы можем оказывать им почтение в уме но преданный среднего уровня у него есть отношение с Кришной потому что он уже освобожденная душа они знают свою вечную сварупу патхяма да конечно да вы думали как как вы можете получить ручи если вы не знаете свою вечную самбанду мы думаем что мадхяма это очень низко нет на самом деле мадхяма это очень высоко что вы думаете об этом скажите мне какая разница между мадхямой и уттамой мадхяма различает чистого предного мадхяма но более чем это у него есть самбанда гьяна что такое самбанда гьяна они знают свою самбанду свои отношения с Кришной они знают свою сварупу есть конечно некоторые препятствия там но они очень быстро уйдут а утамы нету препятствий Шрила Шрида Махрач говорит Мадхяма Адыкари он стоит одной ногой в этом мире а другой ногой в духовном мире но утама Дикари двумя ногами стоит в духовном мире вот такая разница и поэтому только Мадхяма мы ему кланяемся нашим телом делаем дандаваты а утама мы служим им всей жизнью и душой они очень опытны в преданности и они помнят о Кришне 24 часа когда они спят когда они едят для них это не проблема 24 часа в сутки они помнят о Кришне даже Мадхяма не может это потому что когда Мадхяма спит он об этом забывает но утома нет даже когда он спит сон не может остановить его от памяти о Кришне вот вот так Маша возьмите немного книг почитайте попытайтесь разобраться в чем разница между преданностью и гьяной знанием и что вы будете делать после освобождения Маша большинство людей хотят слиться с Господом и таким образом освободиться но что же делать после освобождения преданность Кришна говорит Тот человек который не стремится и не желает ничего всегда удовлетворен он может получить мою преданность это означает что если он общается с правильным преданностью душа никогда не может слиться с Господом Маша потому что душа вечна хотите ли вы убить себя сделать духовное самоубийство погрузившись в Бога слившись с Богом вот если не хотите тогда станьте преданной и после освобождения от рождения и смерти душа попадает в духовный мир и там служит Кришне понятно верите в это это семя преданности подумайте об этом то есть преданность приходит после освобождения и поэтому те кто практикует преданность даже несмотря на то что они в этом мире они уже освобождены но наша проблема в том что сознание у нас материальное в этом проблема но Вайшнав он никогда не материален есть еще вопросы Маша вы можете задать еще один вопрос изучайте Бхагавадгиту слышали о ней есть еще вопрос если если преданность достигает уровня Мадьяма то следующая жизнь он рождается Мадьяма он совершил ошибки он привязался к оленям но даже будучи оленем у него была очень большая привязанность к слушанию Кришны и он всегда был рядом с преданными и в следующей жизни Джада Бхарата с самого начала он начал Мадьяма ниже чем Утам значит что у него есть какие-то недостатки когда Утам спускается на уровне Мадьям чтобы проповедовать означает ли что он принимает какие-то недостатки скажи 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 does mean Мадьям is lower than Уттама yes sure so that means that he has some faults obstacle is there yes okay so when Уттама becomes guru he goes down to level of Мадьям yes so that doesn't mean that he takes some faults unless he comes to the platform of Madhyam he cannot act as guru the highest of devotion they never see may no contact with his body no relation they don't with anything in this world how can such a person help you how can help you they don't know what is obstacles they don't know what is suffering they have no they know what is 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 suffering they see Krishna everywhere they see everything is perfect everything is just as Krishna desires they never give instructions to anyone everyone is already perfect what I'm going say they think everyone has devotion except me I think everyone has devotion except me we cannot imagine we can we have no idea we can't we have no idea I don't even know when they take birth and when they die they even they have no relation with the body so they do not have no relation with the body so how do such a person help you how can such a person help you So Juna comes I'm having problems with my wife where How will such a person possibly answer how how such a person helps They cannot relate with you at all they cannot relate with you at all they are there there Такие люди никогда не дают инициаций, они не могут отругать тебя, они не могут даже понять тебя, потому что они полностью погружены в Кришну. Как ты сможешь понять кого-то, кто на такой платформе? Если у тебя что-то есть из этого, то ты сможешь понять эту Личность. Мадхья Мадхья Мадхи Кари знает свою сварупу, они знают о своем служении Радья Кришне. Только Матхьяма может распознать, что есть кто-то, кто выше, что этот человек выше его. Поэтому, если кто-то говорит, что я поеду в Индию и увижу Гуру, на самом деле это не возможно. Вы даже не знаете, где искать и что искать. Никаких идей на эту тему не имеете. Махараш сегодня рассказал историю, поскольку мы не знаем, что такое предность, то мы не знаем, чего искать. Если кто-то показывает шоу и он обманывает людей, так иначе очень много историй. Так мы не можем распознать вот таму. Но Матхьяма и Матхьями может. Вот они покажут тебе, вот иди туда. Если ты будешь слушать Матхьяму, то для тебя это будет благоприятно. Если ты думаешь, что ты сам знаешь лучше, чем они, то ты упадешь. Сегодня кое-что произошло. Хорошо. Так Грудеев сказал, что Матхьяма может давать инициации. Но истинный Матхьяма это очень редкое явление. И какой же признак Матхьямы всегда находится под руководством Уттаны. Понятно? А Матхьяма в каком уровне начинается? От которого Матхьяма начинается? Ницха Ручи? Ручи. Ручи. Он знает свою 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 руку, а иначе он не может иметь ручи. И начало Бхавы это Матхьяма Уттама. И начало Бхавы это Матхьяма Уттама. Это наивысшая ступень Матхьямы. И когда он первый раз получает Даршан Кришна, это уже начало Уттамы. А когда всегда у него есть Даршан Кришна, это уже средний класс Уттама. Это называется Уттама Матхьяма. Это очень далеко еще идти. Нарадамуни увидел Кришну буквально на секунду. И Кришна исчез, и он услышал голос. Кришна ему сказал, что ты никогда больше не сможешь увидеть меня в этой жизни. Потому что у Нарады Муни был недостаток. Он хотел жить в спокойном месте. Сатвагуна. Нирдутко сай. Мучитко сай, извините. Есть даже недостатки в Уттаме. Но уже когда Уттама Матхьяма, в нем нет недостатков. И такая личность никогда не оставляет Бхаджан, даже на секунду. И болезни, смерть для них ничто. И ничто не может остановить их Бхаджан. Но такие души очень редки. Мы молим Горни Тай, чтобы мы могли быть с ними. Как Шукадев Госвами. Окей. Понятно. Наши лекции сказали, что случайно может что-то произойти, принять лекарства и так далее. Что-что-что? Что-то может произойти случайно. Например. Принять лекарства. А, да-да. Чтобы принять лекарства, оно подействует, да. А я читал, что в одном месте сказано, что то, что происходит случайно, а в другом месте я читал, что может произойти не случайно. Случайно или не случайно? Случайно означает, что вы не понимаете, не осознаете, что происходит, вы не знаете, что это за личность. Это подобно случайности, потому что у вас нет представления, что происходит. Как Гурудев на самолете. Как-то иначе у вас билет, и вы рядом сидите, рядом с ним. И вы даже не представляете, кто он такой. Но так или иначе вы рядом с ним сидите. Возможно, вы слушаете, как он повторяет Харе Кришна. И, возможно, вы даже задаете ему какой-то вопрос, зададите. Вот, что означает случайно. Это означает, что у вас есть вера. То есть, если вы общаетесь с верой, то, конечно, у вас будут большие результаты. Итак, завтра икадаши. Пожалуйста, не ешьте зерновые. Не ешьте рис, не ешьте хлеб, не ешьте бобовые. Знаете об икадаши? Действительно? Кто вас сюда привел? Я практичусь в йогах. Я практичусь в йогах. Хорошо. Паститесь на икадаши. Это очень благотворно. Спасибо. Большое спасибо. Извините, что тут мы вдались немного в технические вопросы в самом конце. И для новых людей это непонятно. Но мы также должны знать все эти ступени, различные уровни преданности. Не надо быть сентиментальными. Надо попытаться узнать побольше. Большое спасибо. Пожалуйста, приходите завтра утром. Завтра работаете? Приходите. Приходите в наш центр. Узнаете, где он живет. После того, как мы уедем, вы сможете уже контактировать. Слушайте больше, читайте больше. Они ответят на ваши вопросы. Хорошо? Маша, решительно нужно отбросить эту идею с лица с Богом. Спасибо. Восемнадцать с ноль ноль, завтра вечером. Мама. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приезжайте попозже, мы застанем. Большое спасибо. Я просто помню, когда ты приехал, что ты приехал, что надо прийти, и тут так, прям, я собралась, и тут второй раз приехали. Дорожка-дорожка. Ну вот, где-то так отлить, да? Понятно. Мы еще поедем. Как это поручка называется? Дорожка-дорожка. Я с контролем уже далеко. Я еду на следующие недели надолго. Не вернемся с контролем. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!